Ну, повторяю, значит, цель создания экономической системы, да, которая более эффективная, там, наверное, шумов будет дофиганным. Да не, нормально. Вот. Значит, создаем мы это через цифровую экономику. Цифровая экономика – это много чего. Это искусственный интеллект, робототехника, там, применение, там, блок-тейна и так далее, так далее, распределенных реестров. И цифровые платформы. Вот цифровые платформы – это то, на чём, на мой взгляд, наиболее интерес представляет и на чём сконцентрирована я. Цифровые платформы. Что такое вообще, говорят, цифровая платформа? Это соединение множества разных производителей с множеством разных потребителей через IT-инфраструктуру, которая называется платформой, с оплатой внутри этой инфраструктуры. Отличие от маркетплейса, то, что маркетплейс – это площадка, это витрина, где люди соединяются между собой, но оплачивают они уже пир-ту-пир вне маркетплейса. Вот. Платформа – это оплата внутри. Значит, оплата внутри сразу в себя накладывает ограничения на арбитраж, решение споров, страхование и так далее, логистику, вот эти все вопросы. Поэтому в платформе получается ещё много-много модулей с множеством потребителей, которые также завязаны в общую бизнес-цепочку. И вот получается такая вот платформа. Соединение нескольких платформ называется экосистемой. То есть это система, в которой каждый человек, он, ну, там, имеет какую-то учётную запись, как-то представлен, идентифицирован, по идее, и он может пользоваться разными частями системы. Вот. Значит, дальше. В каждой платформе, значит, платформы могут быть либо централизованные, либо децентрализованные. Централизованные, как показывает практика, всегда превращаются в некий монополизм. Это связано с тем, что центральный владелец, он накладывает свои правила игры, которые выгодны ему. Так как мы живём в капиталистическом мире, то основная цель – это максимизация прибыли. Ну, максимизация прибыли, понятно, что за счёт всех остальных. Ладно. Значит, мы говорим про децентрализованные. Децентрализованные – это когда у нас есть несколько центров. Теперь, значит, маленькое отступление. Есть системы распределённые и есть децентрализованные. Распределённые системы, они вот построены там так же, там, сети передачи данных, всё такое. Но центр управления в распределённых системах, он один. А когда мы говорим про децентрализованные, то центров управления больше, чем один. Вот. Ну, в идеале там должно быть пять и более. Так. У вас же есть уже пять, да, и более? Есть пять и более, вот. На самом деле, когда идёт речь о консорциумах и создании платформ под разные виды деятельности, то, как правило, всегда есть там пять участников. Дальше. Для того, чтобы участникам договориться между собой, необходим то, что мы называем протокол передачи экономических сообщений. Это протокол передачи данных, но эти данные, они трактуются как передача ценностей. То есть, когда у нас есть запись, в этой записи говорит, что Элис передаёт Бобу некую ценность, и так далее. Вот это, по сути, уже некий юридический акт. Понятно, что, когда мы говорим про юридическое, это сразу связано с юрисдикцией. Когда мы говорим про локальные сети, платформы, допустим, на территории Российской Федерации, то они в юрисдикции Российской Федерации. И решение споров, и договора оформляются в соответствии. Когда мы говорим про глобальные и международные, то они по международным правилам. То есть, это уже надюрисдикционная тема. Ну, понятно, что товары переводятся всё равно в соответствии с тем или иным законодательством. Это некое отступление такое глобальное. Теперь, дальше я бы хотел подвести к тому, что про финансы. Я думаю, там следующее видео будет виртуальное.